Ну шо?! Пошли?! Ну-му-му-муё-муо! Что же smoke, друзья, приветствую всех, с вами Павел первый, это Митсаколд Огненная Бездна У нас КPRСКО, предлагаю посмотреть bordael permanестно с дремора в небольшую рощу, находящуюся к юго-востоку от Тавраона, где его встретил Митсаколд Вот так вот тут делать нечего, кроме как встречать. Конечно, панорамы в стиле Митсакал-то без них никак. Продолжение следует... Молодец, Дрэмбор. Ты отлично справился. Спасибо, хозяин. Я рад, что вы доверили мне такой могущественный артефакт, как это кольцо. Эти кольца опасны. Недаром сатана от них избавился. Но ладно, все равно это кольцо ты должен будешь отдать одному кольцу. Ты с ним сегодня познакомишься. Его зовут Ворох. И он натуральный психопат. Так что будь с ним поосторожнее, ибо он опасен. И даже для тебя. Но кто он? Он от хаоса, без дракона. Бежал из-за заряжения, всю свою семью за папу Райю. В его мире за его голову объявлена награда. Ты не стал этому прятался, пока не пришел у меня. И не забрал его оттуда. Теперь он мне служит, если это можно так назвать. И добывает, так и колется. Три кольца он уже нашел. У тебя четвертые. Не обращай внимания на его лукательство. Он всегда такой. Ошибка природных. Разве не два кольца? Прежу всех на ленты. Выбью бочку пива. От рожеких агентов. Мы скальп красиво с ними. Ля-ля-ля-ля-ля. Хе-хе-хе. О, не так много, вот и оно. О, разукрашенный. Да ну, не виделись, братуха. Это шованного орла. Заткнись, бедонер. Его зовут Рэмбор. И он твой новый гош. Хммм. Но ведь ты он обидательный. Надеюсь, лодочку тебя немного. Хе-хе-хе. Так проверь, посмотрим, как это у тебя получится. Радик, не хватало мне тут ваших дракон. Ворак, если ты хотя бы посмеешь на него напасть, ты умрешь. Ты понял? Да, понял. Дрон я твоего, матика. А то что, матика, я вижу. Боего наглой и обуевшейся рожей. О-о-о-о-о-о. Рыла, как у зажравшився хорта. Ненавижу хобита. Тут они не ладно. Так, успокойся. Он твой вождь. Наруби серее этого насудурья вошка. Кстати, он здесь для того, чтобы помочь тебе надтикоиться. Я сам их найду. Да, скажи ему спасибо за то, что он нашел кольцо Эфрида. Трэмбор, отдай ему кольцо. О-о-о-о. Колечко. М-м-м. Ну, спасибо. Вождь. Возможно, мы с тобой еще и полагаем. Ладно. Вождь, так вождь. Личная помощь. Подобуйте колец. Мне не помешает. А у него есть армия? Что-то не видно этого легиона. Ну шо, пошли добывать пятое кольцо. О, это топ-вэя. Ну шо. В то время как орки Дракора, подкомандованием Дрэмвора и ворока, приближались к руинам Тавра, Ана Митсакут отправился в преисподнюю, чтобы кое с кем переговорить. А вот Силяун, это твой Дрэмвор. Дрэмвор, у него большой потенциал. Если он проложит усилия, то может возвыситься до невообразимых высот. Вот только днила трусость. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, порой и страх дает преимущество брать. И я это понял, когда был смертным. И Санта, если бы не ляза чертя голову на Брандерса, не попал бы в такое положение. Да, если бы не ты, моя душа не сверху сбыл в бездну хаоса. И навсегда бы там развоплотилась. Я помню, что ты спас меня. И я этого не забуду. Но у меня вопрос. Чего ты добился смертью этого короля орков? Разве не ясно? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пожди свободолюбивых кланов. Начну борьбу за трон. От власти стремятся многие. Мадероси. Вспыхнет гражданская война. И они просто-напросто перебьют друг друга. Они ж орки. Барвары, не более. А медаврые тролли. Выдут из орды. Ибо эти народы взирают кровную резню, которую учинят орки. Это все, конечно, здорово. Но почему ты решил, что все пойдет именно так? Так, стоит только Вильвику, этому жрецу поганого гроза, кинуть клич, и за ним пойдет весь Марграс. Знаешь Вильвика? А как же, служу к тому, кто за праву демонов орков? Не всех орков. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А в береге можешь не беспокоиться. Я убил его, пока Дрэмбо выполнял мою задачу. Ты славно и мучительно смертью побил этот фанатик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну и ну. Да ты гений, брат. Не надо, меня уже называли гением, называла Брандракс, перед тем, как убить. Прости, но я не предатель, как он. Поведенец Агум, я все хорошим, как думал, и по решению, я готов вступить во мою бездну, вам на службу, хозяин. Молодец, Кагард. Апокалипсис, позволь представить тебе Кагарда, пившего тысячника волны хаоса. Теперь он второй волковой лицо в небесной. Постой, брат. Я прекрасно знаю Кагарда, как и он меня. Да, хозяин, я давно знаю Сауса, а мы чередят в камеру, нашим пожелым, десятый день, год назад. Чего-чего? Молной хаоса командовал наш визитуший парочка? Да, почему Саус? Саирус погиб очень давно, Митсакут. Я лишь тень его былой мощи. Ну давай поговорим об Квазанде. Я смотрю, ты почти ничего не знаешь. На самом деле, наш отец был одним из самых могущественных архидьяволов. Он был правой рукой сатаны и применял тысячи обличий каждый день. Как он выглядел по-настоящему, не знаю даже о Брандракс. Квазанд давно позарился на Каролину и решил ее захватить. Его первой попыткой была волна хаоса. Эх, даже после проигрыша войны, Эрмис так и не узнал, кто руководил волной. И как раз, к этому времени, появилось пророчество о Митсакуте. Тогда Квазан решил сделать вторую попытку. Но для того, чтобы пророчество исполнилось, ему нужно было не просто изменить свой облик, как он доделал постоянно. Ему нужно было по-настоящему превратиться в смертного колдуна. Поэтому Тернис его не одолел. А ведь шансы уединого башка были нулевыми. Путь Квазанд архидьявола. Ничего он тогда сразу не убил его. Эдрандракс, являя старшим сыном, взял контроль над Братством Ада, мечтая стать более величественным, чем наш отец. И он, полагая, что Тернис ослаблен, после битвы с Квазандом. Хотя битвы то и не было. Чего стоило Тернису прикончить какого-то колдунишку? Самолично напал на Терниса, за что и поплодился. Но при поддержке Незраала, который некогда служил сатане, и Квазанду превратился в тень, и стал всеми силами искать пути к воскрешению. Вот, собственно, почему он и стал тенью. Нас! Весело! А с тобой это что приключилось? Когда-то моя сила была лишь на самую малость слабее силы Абрандрахса. Я убивался магией. Я придумал слово Апокалипсис, ибо мое колдовство рушило целые миры. В период моего могущества я создал четырех всадников, назвал их четырьмя всадниками Апокалипсиса. Голод, смерть, чума и война. Они предвещали мой приход в миры, где они появлялись. Но создавая их, я сглупил, вложив свои творения в гигантскую силу. И получилось так, что их кто-то уничтожил. Жаль, я не помню кто. И вся эта сила развеялась так дым, а вместе с ней ослабел и немного потерял память я сам. Теперь, чтобы восстановить свою силу и память, мне необходимо пройти другие ада. Я все хотел, да вот времени не хватало, ведь для их прохождения требуется не меньше месяца времени. Ничего страшного. Сейчас у тебя полно времени. Абрандрас более невластен над тобой. Спасибо, брат. Но перед тем, как ты уйдешь, у меня есть еще вопрос. Что случилось с Мефистофелем? Почему я учил нам суть мрата? Почему он был больше нежитим, нежели демоном? Мефистофель скрывал это, как бы прячась за маской архиелеча. Этим архиелечом на самом деле и являясь. Давным-давно Мефистофель был самым хитрым и коварным демоном. Он ходил по разнообразным мирам в облике старца и помогал обездоленным в плату, собирая их души. Ему продавали их за деньги и власть. И эти души делали его невероятно могущественным. Но как-то раз он заключил сделку с тем, с кем не следовало. Он заключил стягу с одним из дьяволов проклятого огня. И тот оказался сильнее. Он перехитрил Мефистофеля. И получилось так, что наш теперь уже померший братец должен был отдать всю свою силу Роксусу. Так звали того дьявола. Без остатка. Я думаю, что это понятно. Если демон теряет силу, он обречен. И поэтому Мефистофель обратился к Грандраксу. Тот обещал помочь. Только если Мефистофель будет предан ему навеки вечные. Наш братец согласился. И тогда Абрандракс с помощью Мезраала дал ему силу тьмы, превратив в Архилеча. И сам его же потом прикончив. Я считаю, что Мефистофель поступил глупо. Если бы он обратился к отцу, то Квазан просто-напросто решит бы Кроксуса. И что же случилось? Почему Мефистофель к нему не обратился? В те времена Квазан был очень занят на службе у сатаны. И ему было не до отпрысков. А Мефистофель очень боялся умереть. Теперь ясно. Не смей-ка, а чёрт знает что. А Абрандракс, как я погляжу, корень CFD. Ладно, иди, проходи, круги ада. А я пока продолжу вторжение. Вот такой вот кинчик. И это далеко не самый большой кинчик, скажем, здесь. И будет ещё дальше. Так что будьте готовы, он уже близко по сути. Осталось ведь немного. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok